О, женщины, женщины! Сергей Кузьмич Почтаев, редактор провинциальной газеты «Кукиш с маслом», утомленный и измученный, воротился из редакции к себе домой и повалился на диван. Слава Богу, я дома, слава Богу! Я дома, наконец, отдохну душой здесь, у домашнего очага, около жены. Моя Маша — единственный человек, который может понять меня, искренне посочувствовать. — Чего ты сегодня такой бледный? — спросила его жена Марья Денисовна. — Да так, на душе сквердо. Пришел вот к тебе и рад. Душой отдохну. — Да что случилось? — Вообще сквердо. А сегодня в особенности. Петров не хочет больше отпускать в кредит бумагу. Секретарь запьянствовал. Но все это пустяки. Уладится как-нибудь. А вот где беда Манечка. Сижу я сегодня в редакции и читаю корректуры своей передовой. Вдруг, знаешь, отваляется дверь и входит князь Прочуханцев. Давнишний мой друг и приятель. Тот самый, что в любительских спектаклях всегда первых любовников играет. И что актрисе Зрякиной за один поцелуй свою белую лошадь отдал. Зачем, думаю, черти пронесли? Это не даром. Зрякиной, думаю, пришел рекламу делать. Разговорились, то да сё, пятое, десятое. Оказывается, что не за рекламой пришел. Стихи свои принес для напечатания. Почувствовал, говорит, я в своей груди огненный пламень и пламенный огонь. Хочется вкусить сладость авторства. Вынимает из кармана розовую раздушенную бумажку и подает. Вот стихи, говорит, я, говорит, у них несколько субъективен, но все-таки и Некрасов был субъективен. Взял я эти самые субъективные стихи и читаю. Чепуха невозможнейшая. Читаешь их и чувствуешь, что у тебя глаза чешутся и под ложечкой давят, словно ты жернов проглотил. Посвятил стихи Зрякиной. Посвятен мне эти стихи, я бы на него мировому подал. В одном стихотворении пять раз слово стремглав. А рифма? Ландышей? Вместо ландышей слово лошадь рифмует с ношей. Нет, говорю, вы мне друг и приятель, но я не могу поместить ваших стихов. Почему-с? А потому, по независимым от редакции обстоятельствам, не подходят под программу газеты. Покрасдел я весь, глаза стал чесать, соврал, что голова трещит. Ну как ему сказать, что его стихи никуда не годятся? Он заметил мое смущение и надулся, как индюк. Вы, говорит, сердите на Зрякину, а потому и не хотите печатать моих стихов. Я понимаю, понимаю, милостивый государь. В лицеприятии меня упрекнул. Назвал филистером, клерикалом и еще что-то там. Битых два часа читал мне аннотацию. В конце концов пообещал затеять интригу против моей особой. Не проснившись уехал. Такие-то дела, матушка. Четвертого декабря на Варвару Зрякина именилица и стихи должны появиться в печати во что бы то ни стало. Хоть умри, да помещай. Напечатать их невозможно. Газету озрамишь на всю Россию. Не напечатать тоже нельзя. Про чуханцев интригу затеять и не за горош пропадешь. Извольте теперь придумать, как выбраться из этого ерундистого положения. А какие стихи? О чем? Спросила Мария Денисовна. Ни о чем. Ерунда. Хочешь прочту? Начинаются они так. Сквозь дым мечтательной сигары носилась ты в моих мечтах, неся с собой любви удары с улыбкой пламенной в устах. А потом сразу переход. Прости меня, мой ангел белоснежный, подруга дней моих и идеал мой нежный, что я, забыв любовь, стремглав туда бросаюсь, где смерть и пасть, о, ужасаюсь и прочая чепуха. Что ж, эти стихи очень милые, всплеснула руками Мария Денисовна. Даже очень милые. Чем не стихи? Ты просто придираешься, Сергей. Сквозь дым с улыбкой пламенной. Значит, ты ничего не понимаешь. Ты не понимаешь, Сергей. Ты не понимаешь, а не я. Нет, извини. Прозы я не понимаю, а стихи я отлично понимаю. Князь превосходно сочинил. Отлично. Ты ненавидишь его, но и не хочешь печатать. Редактор вздохнул и постучал пальцем сначала по столу, потом по лбу. Занатаки! Пробормотал он, презрительно улыбаясь. И, взяв свой цилиндр, он горько покачал головой и вышел из дома. Иду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. О, женщины, женщины! Впрочем, все бабы одинаковы. Думал он, шагая к ресторану Лондон. Ему хотелось запить. Антон Павлович Чехов. О, женщины, женщины! Читал Джохангир Абдулаев. 22 июня 2022 год.